всем привет хочу значит я рассказать немного об эластике значит так план будет примерно такой всякой предыстории зачем для чего я рассказывать не буду и не буду рассказывать скажем так теоретическую составляющую по крайней мере на первых порах я введу основные понятия которые нужны для взаимодействия каким образом происходит взаимодействие и сделаем классические крут операции вот такой вот на это видео по крайней мере план затем со временем будет время будь желание запишу еще чуть более сложные более интересные штуки которые мы можем с эластиком делать что ж а теперь давайте поговорим немного об этих понятиях и так она перед тем как все же они горит пожалуйста стоит сказать что эластик это ноу с куэльная база данных для текстового поиска ну и и такое основное назначение конечно ее можно по-разному использовать но это именно поисковая база данных серч у нее даже в названии поезд на велась эластичный поиск ладно едем дальше едем дальше едем дальше основные понятия давайте увидим вот перед вами уже принципе есть тут нашел хорошее соответствие терминов между революционными базам данных и эластиком что же давайте пробежимся по нему так база данных это такой самый крупный блок в революционных базах данных это датабейс он соответствует индексу вторым таким блоком крупным идет таблица он соответствует типу но здесь стоит сказать что в современных или в последних версиях эластиках от типов отказываются а последних вообще там где деприкейт и фактически индекс и тип они де-факто они как бы слились нет такого ограничения если вы будете работать с более ранними версиями то под одним индексом может могут лежать несколько типов то есть несколько таблиц фактически но в современном нет я своих видео буду рассказывать про современных поэтому когда вы если вы будете повторять код за мной например или будете другой всегда смотрите на какой версии данный код исполняется к сожалению и пиа и он немного изменился дальше поехали таблицах мы храним данные весь строк в эластике мы храним в виде документа что за документ если вы знакомы с mongodb то это та же самая история джессон объект со всеми вытекающими последствиями что ж какие последствия 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 такие что у нас схема она не жестко задано мы можем поля добавлять на лету так вот схеме соответствует маппинг здесь правда стоит сказать что маппинг бывает двух типов скажем так статический и динамический что это значит в принципе хорошая практика является предварительно задавать своим документом маппинг то есть схему это одно и то же фактически то есть вы даете название поля и тип поля то же самое что вы делаете когда вы работаете с революционной базы данных это скажем так статически до того как наполнять свою таблицу вернее свой индекс документами то есть вы определяете маппинг и затем все документы которые вы будете вставлять будет как минимум проверка на тип то есть вы не сможете вставить там где вы указали буллин вы не сможете вставить как он называется там ну и интержер например это была статическая такая схема да а есть динамическая схема вот представим что у нас уже есть множество объектов у них у всех одна схема но мы захотели добавить еще одно поле и вы можете это сделать когда вы первый раз вставляетесь вот с новым полем да что произойдет фактически маппинг скажет окей новое поле новое поле ну давайте вычислим до него тип то есть когда вы сами не указали предварительно эластик посчитает по каким-то своим внутренним правилам какой-то тип в зависимости от того какой какие данные вы в него загрузили то есть там будет попытка вывести тип не всегда это будет удачно но и когда вы вставите в итоге вот на первую вставку да затем все последующие вставки будут ориентироваться поэтому динамический маппинг по мне очень плохая идея откровенно плюс вы по сути дела потом это еще сильнее заметите вы сильно ограничиваете себя когда вы доверяетесь каким-то дефолтным настройкам то есть вы не используете эластик по-настоящему по мощному затем дальше ну не в этом видео в последующих видео покажу что маппинг можно задавать очень такими интересными штуками которые позволят искать документы очень изощренными способами то есть маппинг это круче чем схема через маппинг можно задать помимо типа еще некоторые условия в частности как я уже сказал о том как искать документы по сути дела так хорошо и последнее в принципе я хоть и не сказал но уже ясно да что колонка соответствует поду а да и еще пожалуй раз я коснулся о динамической и статическом маппинге можно сразу задать определенное свойство там вылетела как оно называется но в общем можно задать определенное свойство чтобы динамическая вот этот маппинг то есть добавление новых свойств то есть порой это ну случайный мусор был запрещен но не получится так все таки не помню ладно не помню потом какнуть другом видео да это в любом случае коснемся это очень полезная штука хорошо то есть база данных это индекс и и с типом вместе по сути дела де-факто они слились таблиц ой строка документ джинсон документ колонка это поле в джинсон документе схема это маппинг маппинг это то же самое что схема только более продвинутая штука то есть потом покажу что нам как вы можете маппинг еще расширить чем традиционные названия и тип так что ж теперь нам нужно все это дело установить идем на официальный сайт вот я к слову буду говорить о версии 7.6 и устанавливаем 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 надеюсь вы установите здесь нет ничего сложного когда установите ну в зависимости от того где вы установите там какую-нибудь команду найдете как запустить в принципе не сложно так теперь дальше поехали каким образом происходит взаимодействие в принципе есть два типа взаимодействия да как бы низкоуровневый там TCP и основной это REST API REST API то есть обычные HTTP запросы посылаете подцепляете какое-то тело в котором фактически вы определяете условия запроса ну обычная история я предполагаю что вы все знакомы что такое REST здесь нет ничего сложного ладно подняли да теперь можно проверить что работает вот я например могу посмотреть с помощью команды а да по дефолту Elastic он запускается на порту 9200 так так вот команду нижнее подчеркивание как indices и вот мои текущие индексы сколько места занимают реплики шарды количество документов и тут не показано а нет по идее показано 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 по моему вот это вот колоночка точно не помню ладно теперь давайте поехали крут операция крут операция первая команда которую мы вообще должны сделать это создать индекс каким образом его можно создать вот мне здесь уже подсказывает да так удалить индекс но мы сперва хотим создать x x put ну вот localhost 9200 давайте не буду совсем повторяться а prod prod и вот мне вернулся ответ что я создал новый индекс что он есть ну давайте посмотрим вот он создался что ж ну давайте удалим теперь его неплохо бы знать да как удалять сразу удалился что ж отлично ну давайте теперь снова создадим но теперь мы его создадим давайте его создадим сразу более правильным способом а именно мы передадим маппинги да так с Так, это наши хедеры. И что ж, поехали. Маппинги. То есть, мы сейчас создадим схему, пишем, что у нас будут вот такие properties, давайте простые name, type, text, и давайте ещё одно время, age, надо было person создать, тогда уж. Ну, давайте type, и integer, такс, теперь мне нужно количество скобок сосчитать. То есть, у меня 1, 2, 3, 1, 2, 3, закрыл. Так, давайте я лучше тогда тут название другое изменю. Так, вроде всё правильно ввёл, да? Да, по-моему, да. Отлично, всё правильно. Теперь давайте я тут обновлю, вот persons. Что ж, создавать мы умеем, индекс маппинг, в принципе, тоже, да, понятно, как посмотреть. Persons. Ну, собственно, вот, смотрите, что здесь важно для нас. Важно следующее. Сеттинги – это настройки, которые относятся к данному индексу. Как мы видим, здесь создаётся количество шардов. Здесь также создаётся количество реплик. К слову, количество шардов по дефолту 1, как вы видите, да? Тут у меня ещё условие, блок read only, all of delete поставилось. Это связано с тем, что у меня мало места. Мало места. И чтобы как это обойти, я покажу чуть позже. Я сейчас просто не стал искать, где эти дефолтные настройки может поменять. В общем, ластик жалуется, когда у вас на мете очень мало места, и он по дефолту это дело вставляет. Так, давайте сейчас вот. Сейчас я открою другой терминал и покажу, какую команду может запускать, чтобы это дело фиксить. Так, вот. Так, вверху я его поставлю, чтобы тут не мешал. Ну вот, собственно, вот эту команду можно запустить. и... Вот. Теперь false. Но это, де-факто, это придётся каждый раз делать. Так, уберу я его в сторонку. Ну просто имейте ввиду, что когда у вас мало места, у вас могут... Может жаловаться. Может жаловаться. Ладно, теперь едем дальше. У нас есть документ. Документ... О, у нас есть индекс. Теперь нам нужно создать документ. Ааа... Ну, давайте ставим документ. Так и пишем. Так и пишем. Сейчас по... Ааа... Начнём прямо сначала. X. Пост. Мы хотим запостить. Куда мы хотим запостить? Ммм... Продокс. Что мы... Документ. Раньше вот между... Вместо... Если... Вот когда этих... Как это называется... Более ранних версиях, вы вместо дока писали бы тип. Там, я не знаю, например... Студент. Ммм... Преподаватель. Ммм... Рабочий. То есть... Сейчас этого нет. Пишем док. Так, теперь дальше. Поехали. Мне нужно сейчас задать имена. Ну, давайте зададим имя. Дима. Одиннадцать. Такс. Вот про эту ошибку я и говорил. что у меня мало места и он жалуется. Это, кстати, странно. Это странно. Такс. 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 Мне это не нравится. Отлично. Вставилось. Тот же самый запрос я сделаю. Такс. Как мы видим... Ммм... Автоматически... Ну, давайте я здесь скопирую. Назначился ID. Ну, и там поговорим о других свойствах. Как теперь обратиться к данному документу? Как его взять именно по ID-шнику? Мы снова пишем док. Повторюсь, если бы в более ранних версиях вы писали бы тип документа. И ID-шник передаем. Все очень просто. Итак. Как мы видим, смотрите. Персон. Видите? Теперь тип док-дока. Но раньше, опять повторюсь, был бы реальный тип. Там, я не знаю. Персон. Потом ID-шник. Здесь, как мы видим, он назначился самостоятельно. Следующее важное свойство – это версия. Версия вашего документа. Очень важно сказать, что в пластике документы, ну, фактически представлены в виде иммутабельных данных. То есть, когда вы будете апдейтить свой документ, де-факто вы его будете просто заменять полностью с каким-то новым значением. И вот эта вот версия, она играет очень важную роль при обновлении. То есть, будет Elastic внутри сравнивать текущую версию при обновлениях. То есть, если вы знакомы с такой концепцией, как Cast Compare and Swap, то это, в принципе, вот это то же самое, которое основано на также сравнении с version. Ну, и, в принципе, как мы видим, еще одно важное свойство здесь. Ну, как важно, то есть, чтобы объект был найден true, и вот наши свойства, которые мы задавали. Теперь давайте вставим новый объект. Новый объект. Но, знаете, что сделаем? Мы добавим еще одно поле. Что там еще обычно бывает? А, sex. Ну, такое вот глупость сделаем. Такое вот глупость сделаем. Так. Ммм... Ммм... Вставка произошла. Так, сейчас я скопирую снова объект. Копия. И как мы видим, вот наша динамическая... Ммм... Ммм... динамическое, как это называется-то, маппинг, наш динамический маппинг. Теперь давайте посмотрим, каким образом всё-таки, вернее, какой маппинг применился, то есть, какие базы, что эластик выбрал, как можно посмотреть. Для этого мы просто идём к индексу, названию индекса и смотрим маппинг. Смотрим маппинг, то есть, наш a-tip integer, name, text, isx, type, text, но ему ещё добавилось какое-то field, keyword, type, и вот эта вот штука, я вам сразу скажу, она нужна для поиска, по сути дела. Вот эластик его вот так вот по дефолту определил. Так-с. Хорошо. Дальше поехали. Что дальше? Какие у нас ещё задачи? То есть, мы создаём индекс, мы создаём документ, нам теперь нужно... А, как документ найти, в принципе, я уже показал, да, по айлишнику. А, пожалуй, ещё знаете, что... Так. Скажу, что можно документ указывать явный айдишник. Например, 3. Три. Да, я знаю, что я создал тот же самый документ, но я бы хочу просто показать, что вот. Хорошо. Теперь дальше поехали. Какие у нас теперь ещё есть хитрые операции? Теперь хитрая, такая простая операция, это, конечно же, удалить. Так-с. Удалить. Что ж. Пишем. Seural x delete localhost 9200 persons Удаляемый документ и с индексом 3. Опять этот Forbit он мне. Надо найти, где всё-таки это ограничение. Не нравится мне так работать. Ладно, сейчас вот я удалил документ, то есть просто запрос на delete иной айдишник. Всё. False. Не найдено. Не найдено. Окей. Что ж. Удалять мы умеем, искать мы умеем, создавать мы умеем. Ну ладно, давайте я ещё покажу более хитрый поиск. Более хитрый поиск это скажем так, поставим некий фильтр. x get здесь мы пишем search и дальше нам нужно описать запрос. Пишем query то есть мы вот content type да, вот у нас JSON фактически мы через JSON объект постоянно будем определять то, что мы хотим сделать с эластиком. Дальше пишем bool дальше пишем filter filter это у нас будет список ну массив да точнее так теперь мне главное не ошибиться с этим ой с коричневых скобочек это меня единственное что раздражает раз два три когда пользуешься напрямую этим всего ладно дальше я пишу term name dima то есть фактически я описал что я хочу найти ошибку сделал так опять ошибку сделал парсер вторая строка 37 37 не не закрыл объект вот теперь все хорошо окей то есть у нас нашел объект вот тот который мы искали знаю что в постмане это возможно было бы лучше выглядело ну да ладно то есть нашел ты то что мне надо то есть более умный поиск но более умным поиском мы займемся в другом видео так тут я уже так сколько у меня это дело длится 34 минуты плохо да ладно давайте последнюю тему которая важна это апдейт документа апдейт документа значит так у нас апдейт документа ну давайте по простому сделаем возьмем вот этот наш вот этот тот я хочу одежку забрать ну в принципе апдейт можно документа сделать вместе с поиском то есть вставить фильтр каким документом я хочу сделать апдейт но я здесь так заморачиваться сильно не буду я покажу простой вариант это сейчас мне нужно использовать другую команду называется она нехитро так апдейт вот апдейт номер документа и и и и name ну ладно имя нема так так мгм забыл док получается так что ли нюй а я ж могу поиск выполнить дима нема ну и вот как мы видим произошел апдейт то есть вот наш одежник ну давайте более красиво вот дима нема давайте я верну на ну вот вот так вот как видите версия увеличилась имя изменилось ну собственно все в принципе мм да а хотя давайте я все-таки покажу все-таки покажу что эластик он достаточно гибкий мм то есть помимо вот таких вот классических запросов можно скажем так еще написать код каким образом вы меняете по каким условиям вы меняете там у меня был age ну давайте я добавлю возраст то есть напоминаем был 11 стал 12 версия документа 4 то есть эластик еще позволяет делать так называемые скриптовые запросы где вы будете использовать специальный язык painless типа без боли да на самом деле с боли я вас немножечко разочараю то есть ну в принципе язык похож на JSON де-факто очень сильно но не совсем JSON ой JavaScript какой JSON и через него вы можете описать каким образом вы можете постучаться к объекту каким образом вы можете его изменить поменять но все по идее можно заканчивать данное видео познакомились со всеми основными операциями как создавать удалять модифицировать как доставать GET да по разному видели как создавать индекс как удалять индекс как делать маппинги явно что маппинги мы можем пропускать познакомились с основными понятиями ну да вроде как все все что я хотел сказал ну тогда на все где моя кнопка стоп see you next time в следующем добрей до свидания до свидания до свидания до свидания Продолжение следует...